Итак, уважаемые, сегодня 12 октября. Погода на дворе 28 градусов по Цельсию, 82 градуса по Фаренгейту. Очень тепло, 28 градусов. Хочу показать вам продолжение интересных экспериментов по отношению поздних маток. В этой семье у меня поздняя матка. Значит, 25 сентября я ее посадил в клеточку. Сегодня 12, прошло 5, 12, 17, 18 дней прошло. Итак, значит, на первый этаж 4 октября я поставил рамочку с другой семьи с открытыми яичками, с открытым расплодом. Для того, чтобы проверить матка в клеточке уже 25 сентября, это значит приблизительно 10 дней, и как пчелы реагируют, если подставить расплод. Оказывается, они среагировали правильно, заложили маточники, потому что матка в клеточке. Сейчас мы проверим, как они заложили маточники. Итак, эта семья готова к зиме. Второй корпус у нас полностью с медом и подготовленный к зиме. Сейчас покажу, что матка здесь в клеточке сидит, потому что уже, так сказать, 12,5, это будет 17 дней. Вот, пожалуйста, посмотрите. Вот. Сколько... Хорошо в брюхах рызануло. Они... Надо было дымнуть, а я не дымнул. Они такие хорошие. У-у-у, добрые какие. А! Ну ничего, на жирок пошло. Яд пошел на жирок. Сильно пошел на жирок яд. Вот хорошо как рызануло. Вот-вот маточка у меня тут в клеточке. Еще одна попалась. Ух ты, справедливые какие. Так и хотят грызть. Надо брюхо поднимить. Вот она лазит тут, которая укусила. И руки. Иначе они загрызут. Вот. Это с медом. Матка в клеточке вот здесь сидит. Сейчас мы ее просто приглядим и наверх на место поставим. Вот, пожалуйста, пчелки вылазят отсюда. Ах ты! Запрополюсовали хорошо. Вот, пожалуйста, посмотрите. Она в клеточке. Да, она здесь лазит. Похудела. Они ее не дают сеять. Она похудела. Значит, все нормально. Пусть она сидит и дальше в клеточке. Можем выпустить ее попозже. А можно и не выпускать. Посадить специальный этот самый, как его, изолятор. В общем, семья готова к зиме. Поэтому я продолжаю просто экспериментировать. Как в октябре выведутся и оплодотворятся матки. Смогут ли они облетаться. Поэтому сейчас я этот корпус снимаю, закрываю. И снимаю, чтобы посмотреть, что у меня на первом этаже творится. Эх, товарищи, товарищи. Оооо. Вот это хорошо запаслись медом. Вернее, сахарным сиропчиком. Ну, здесь тоже поднимем, чтобы они нас не обижали. Вот. Разделительную решетку поставил специально, когда новая матка выведется, чтобы она на второй этаж не лезла. Если начнет сеять, чтобы нам ее не искать. У нас еще теплая погода. Мы тогда ее тоже в клеточку посадим. И пусть они две зимуют, потому что пчелы будут любить две матки. Старую, как правило, любят. И новую любят. Итак, уважаемые, сейчас посмотрим, что подставлял сюда рамочку. Рамочку с засевом. Сейчас глянем. Есть она тут, че нету. Так. На первом этаже у меня пустые рамочки. Они все подготовили на второй этаж. Ну, естественно, засева здесь нету. Это пустая рамочка. Сейчас следующая. Я временно отставлю ее, чтобы она не мешала работать. А потом мы ее сунем на место. Вот этот вот глянем сейчас. Одну рамочку с засевом подставлял от хорошей семьи. Так как та матка уже давно сидит. Ну, вот видно, что тут маточники заложили. Посмотрите. Это еще не закрыли маточник. Видите, пчелка торчит. И этот еще не закрыли. А этот закрыли уже с вещевой. Вот. И вот закрыли. И вот закрыли маточник хороший. И вот обогревают. Этот еще лучше красиво смотрится. Итак, уважаемые. Как видите, пчелы соображают. Это немножко метку. Это я специально поставил. Одну рамочку. На втором этаже у меня практически расплод. Вышел. Семья готова к зимовке. Что я вам скажу. Можно выводить, экспериментировать до последнего. Матка, если выйдет она в течение 30 дней. Если появится какое-то окно в течение 30 дней, теплая погода, то они очень быстро, так сказать, все облетываются. Потому что перед зимой они хотят все освободиться. И моя практика показала, длительное время я проводил поздние выводы, что 90% матки облетываются. А если вы еще будете специально заниматься и содержать семьи, допустим, если матка сидит в клеточке, то такой семье они даже труднее сохраняют. Потому что считается, что матка, ну, каким-то образом заболела. Они так считают. Ну, а вы знаете, что матка не заболела. Вы ее посадили в изолятор или в клеточку. Таким образом вы сможете выводить самых поздних маток до самого последнего. И вы ничего не теряете. Очень хорошо залили. Итак, друзья. Эта матка у меня поздняя, сентябрьская. Насеяла всем рамок. Я ее посадил в клетку. Успел задать кормов. И еще поставил рамочку для вывода поздних маток. Ничего не теряю. Только матку в клеточку посадил. Карма на месте. Одна рамочка с чуть-чуть расплодом. И вы имеете успех в поздней матке. Если что, вам надо вторую матку посадить. При удачной погоде. Ну, бывают окна такие открытые. Денек теплая погода. Залезли. Видите, матка есть, бегает, сеет. В клеточку ее. И все. Одна в одном углу. Другая в другом углу. И они перезимуют. Потому что и эта любимая, и та любимая. Отдельно они перезимуют. Вместе желательно не ставить. Итак, друзья. Ставьте лайки. Подписывайтесь. До встречи. Сегодня у нас хорошая погода. 12 октября 2017 года. До 30 градусов тепла. Пока будет тепло, будем снимать. И ставить вам видео. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok